Российская Федерация с 1991 года не имеет суверенитета, как и Украина, и Таджикистан, и все основные территории бывшего Советского Союза. Мы вели войну с Соединенными Штатами Америки с 1945 по 1991 год. Это по официальным данным самих Соединенных Штатов. США считают, что с 1945 года официально. Эту войну проиграли в результате специальной операции под названием Горбачев. Это мы подробно обсудим. В результате проигрыши в войне автоматически получили потерю суверенитета и частичную внешнюю оккупацию страны. Потому что страна это Советский Союз, разбита на 15 частей управления, некоторые из которых даже имеют воинские контингенты. Например, Прибалтика, в Грузии есть войска и так далее, оккупанта, то есть внешняя система управления. Это историческое событие, которое происходит с любой страной, которая проиграла войну. И если это не мешает этому третьей страны, попадает в зависимость. Мало того, мы попали в эксплуатируемую зависимость, а это называется статус колонии. То есть не просто зависимость вассальная, а мы еще обслуживаем страну победителя, выплачивая ей дань, поставляя туда ресурсы, поставляя туда ученых, детей, специалистов и многие-многие другие моменты, выполняя уже как колониальный статус. Это, еще раз говорю, исторически таков реализм. Проиграл войну, потерял суверенитет. Ну, например, не секрет, что гитлеровская Германия вывозила с оккупированной территории СССР так называемые трудовые ресурсы. Вывезла 4,5 миллиона человек. Так вот, Соединенные Штаты с союзниками сумели вывезти за эти 20 лет, ну, как минимум раз в 7-10 больше, чем гитлеровская Германия. Хотя Германия вывозила методами силовыми, гестапо и так далее, а американцы вывозят методами контрастов. То есть они создают у себя нормальные условия, рабочие места, а в России, наоборот, через систему власти, через систему оккупационного управления снижают возможности для людей, и люди как бы принимают решение выехать. Плюс мощным образом работает американская пропаганда оккупационная. И это второй момент, который связан с культурой, потому что мы видим, например, что российское средство массовой информации с утра до вечера занимается, первое, враньем. Сейчас мы обсудим конкретные факты. Процентов на 80-90 это либо вранье, либо извращение правды. Очень существенное. Во всех информационных передачах. Кроме того, задача российского телевидения, как бы загнать российский народ, жителей России в состояние такого беспросветного восприятия своего государства. То есть фактически в туземное состояние. Вот как-то наши предки сумели за тысячу лет создать самое большое в мире государство к 1917 году. А теперь вроде бы нам все телевидение объясняет в совокупности своих действий, что мы туземцы, мы вообще не способны самоуправляться, и нам нужно, чтобы обязательно приехал белый господин из Вашингтона, который вот расскажет, как нам жить и будет нами управлять. Это именно политическая система пропаганды, которая работает в оккупационном механизме. Она также работала и на оккупированной территории, во имя гитлеровской Германии. И до этого, во все времена оккупации, этот механизм работал. Плюс к этому есть пропаганда, которая официально заложена в Бюдзершредсвете юных штатов Америки. Причем можно сослаться на ролик Кандализы Райс, когда она в Конгрессе где-то год назад называла, когда она эти деньги у депутатов американских просила, дополнительных, она эти деньги называла на войну в России. То есть эти деньги, которые выделяет бюджет Соединенных Штатов, на пропаганду в России, называются деньгами официальными чиновниками США на войну. То есть по сути это карательная война, задача которой дестабилизировать ситуацию в России. То есть вот совокупность всех этих факторов и многих еще других, которых я не сказал, как раз и показывает, что уровень российского суверенитета таков, что мы являемся страной-вассалом, эксплуатируемой, то есть страной-колонией. И главная причина наших проблем именно в этом. У нас 90% ученых, которые создаются в России, они уезжают за границу, потому что России для них нет рабочих мест, а рабочих мест нет, потому что их запретил создавать оккупант. И соответственно, вся американская экономика, особенно в науке, она стоит на колониальных стандартах управления, потому что 80% ученых Соединенных Штатов Америки это гастробайтеры, то есть приехавшие из других стран, в том числе из России. И если Соединенные Штаты перестанут строить колониальную систему мирового управления, а Россия только небольшая часть колониального управления. Мы посчитали, что Соединенные Штаты потребляют половину мирового ВВП. Так вот, соответственно, эта половина они не производят, они собирают дань со многих стран. Вот Россия в этой системе дань весит где-то процентов 7-8. Остальное весит Китай, Украина, страны БРИК и многие-многие другие страны мира. В Соединенные Штаты мы вывезли полмиллиона детей приблизительно. Статистика говорит о 100 тысячах с небольшим, но статистика сразу говорит, что она не все описывает, только часть. Мы вывезли около полумиллиона. Скажу, например, что гитлеровская Германия во времена оккупации СССР сумела вывезти 50 тысяч наших детей тоже для цели усыновления немецкими семьями. Это сравнение. В 10 раз больше американцы своими методами мягкой колониальной эксплуатации, в отличие от жестких военных, вывозят людей, материалов, ресурсов, ученых, детей и так далее. То есть уровень эксплуатации очень высок. Кроме того, если вы посмотрите и сравните задачи, которые ставили любые оккупанты, они ставили абсолютно одинаковые задачи. Например, на оккупированной территории СССР и вообще в СССР Гитлер официально в документах поставил задачу уменьшить население приблизительно в 5 раз на оккупированной территории СССР. Это было заложено в соответствующих планах ООСТ и так далее. Точно так, посмотрите, госсекретаря Соединенных Штатов Америки Маргарет Олбрейт, она официально говорила о пятикратном сокращении населения Российской Федерации. То есть цифры совпадают даже в мелочах. То есть фактически она взяла гитлеровский план и, не стесняясь, публично выразила стратегическую линию на сокращение населения на оккупированной территории. Если мы посмотрим, там были и более жесткие предложения. Например, союзник США Маргарет Тэтчер предлагала сократить население Советского Союза в 10 раз. То есть в принципе настроено сокращение населения колонии традиционное, потому что такие же задачи Англия ставила и в Индии, когда Индия была колонией, и Гитлер ставил на оккупированных территориях. То есть технологически оккупанты всегда ставят такого рода задачи. Дальше эти задачи реализуются. Только если Гитлер для реализации задачи придумал газовые камеры и концлагеря, то современные методы более мягкие. В 1991 году англичане, наверное, уж в пятый раз использовали технологию. Только теперь они не стали убивать, как это они делили до царя, они провели своего агента Горбачева. Это технология политической борьбы. Тогда провели, естественно, Соединенные Штаты Америки, их союзники, используя английский опыт. Англия, напоминаю, союзник Соединенных Штатов Америки. И фактически тоже встроена полностью в американский мир. Они сформировали систему агентуры, в которую входило достаточно большое количество людей. Агентура была сформирована на базе информации, полученной от Гестапо, от агентурных или компрометирующих материалов в отношении граждан Советского Союза на оккупированной территории. Есть информация, что это был компрометирующий материал в отношении родственников Горбачева, в силу которых он с юности оказался в системе агентурного влияния Соединенных Штатов Америки, как и многие люди на территории Советского Союза. Напоминаю, что та же Кандализа Ларис возглавляла, например, институт официально до ранее в советские времена по изучению Советского Союза, так называемый институт криминолога. То есть изучала, как система власти работает, кто с кем взаимодействует. Но понятно, на войне же воюют не только танками и пушками, на войне воюют мозгами. И в этом плане американские мозги и специалисты оказались лучше, это надо признать, и сумели организовать этот Горбачевский заговор. Дальше Горбачев в течение шести лет занимался тем, что, во-первых, окружил себя дополнительными агентами влияния, кроме себя самого, и сознательно разрушал российское, советское, государственное строительство. Это эти соглашения, беловежские соглашения, которые являются липовые, потому что любой юрист понимает, что там никакой значимости юридически эти соглашения не носят. Нам туда мог бы зайти участковый, просто местный, белорусский, и просто это все прекратить, и всех разогнать, если надо, посадить в обезьянник. Чего, собственно говоря, подписанты и боялись. Горбачеву решить проблему сохранения суверенитета Советского Союза не было бы никакой проблемы. Он сознательно занимался. Его указы, полностью противоречившие Конституции, являющиеся фактом предательства. Например, указ о ликвидации Советского Союза, в котором он почему-то сослался на политическую какую-то реальность. Что это за юридический документ, который ссылается не на Конституцию, не на законы, а какую-то реальность, которая вообще непонятно какую. Его решение о передаче ядерного чемоданчика, его решение о разрушении институтов Советского Союза, это все решение в чистом виде даже не предателя, а просто агент иностранного государства в интересах иностранного государства осуществлял определенные действия. Не случайно Горбачев является лауреатом нескольких высших наград Соединенных Штатов Америки в статусах наград это записано за защиту национальных интересов Соединенных Штатов Америки. Горбачев получил официальные награды высшие Соединенных Штатов Америки В начале 90-х годов и в 99-м году, например, медаль свободы, статус, который вручает президент Соединенных Штатов Америки, соответствует нашему статусу президентских наград, то есть высших наград Российской Федерации или Советского Союза. И в официальных статусах наград так и написано, за защиту национальных интересов Соединенных Штатов Америки. То есть он, естественно, принял эти награды, например, в 99-м году. И представьте, что бы мы делали, например, с нашим разведчиком Штирлицем после окончания Великой Отечественной войны. Мы, естественно, бы его награждали, дали бы героя Советского Союза. Он бы встречался с людьми, рассказывал, как он совершил свой подвиг. Точно так сделали американцы со своим агентом Горбачевым. Они его наградили высшими наградами Соединенных Штатов. Кроме государственных наград, он получил около 30 разных дополнительных высших статусных наград и премий разных мировых. И это обычная процедура честования своего героя-разведчика, который реализовал свою задачу на оккупированной, ну, на территории врага. Событие 91-го года, например, Владимир Владимирович Путин назвал крупнейшей геополитической катастрофой. Ну, действительно. В результате этой катастрофы изменилась жизнь, ухудшилась жизнь сотен миллионов людей и трагически оборвалась жизнь в силу этой катастрофы, как следствие, миллионов людей в разных конфликтах, процессах и так далее. Там один чеченский процесс чего стоит. То есть, это катастрофа, приведшая к гигантским человеческим жертвам, измеряемым миллионами людей. И посмотрите, ни одного следственного действия. У нас, если человек мешок картошки украдет, возбуждается следствие, допрашиваются свидетели, снимаются показания и определяется, виновен он или не виновен. Произошла крупнейшая геополитическая катастрофа, никаких следственных действий, никакого исследования фактов правоохранительной системы, никакого допроса свидетелей, никакого изучения документов, ничего. Мало того, пропаганда работает так, что она искажает информационное пространство. Ну, например, я уже упомянул, Беловежские соглашения, которые вообще ничего не значат, раскручиваются как фактор ликвидации Советского Союза. Восстановление суверенитета начинается с правды, потому что граждане России не знают и Украины, и остальных, как ликвидировался Советский Союз. Чтобы мы это узнали, надо возбудить уголовное дело по катастрофе, поднять материалы этого уголовного дела и в рамках исследования этих событий ответить, кто чего я сделал, где что произошло, и кто в этом виноват. В министерстве сидели везде американские советники, которые раздавали имущество Советского Союза, не просто министерство управляющее, а оно осуществляло раздачу имущества. То есть, все имущество СССР, Россия, которая его получила, раздавались определенным людям, которых позже назвали олигархами, по какому-то определенному списку, подготовленными американскими советниками, как мы сейчас видим. То есть, это не просто приватизация первая, это в юридическом терминологии называется репарацией. То есть, на оккупированной территории все имущество передается победителю, ну, то, которое его интересует. В результате, половина имущества СССР была через механизм репараций, оно же приватизации, передана подставным лицам, которые перевели это имущество в иностранную юрисдикцию. То есть, все 100% объектов приватизации имущества в Российской Федерации в 90-х годах ушли в иностранную юрисдикцию и до сих пор там находятся. Та же Олбред, напоминаю, она среди других официальных идеях можно найти, говорила о том, что российские природные ресурсы не должны России принадлежать. И, естественно, указания, указания госсекретаря для России, поскольку госсекретарь Соединенных Штатов отвечает за управление оккупированными территориями по всему миру, являются для России обязательными, в том числе для российских властей, как системы. И в соответствии с ее указаниями тут же была, по-моему, партия Яблоко внесла закон, по которому российские недра были из российской юрисдикции выведены и напрямую подчинялись иностранным государствам. На стороне американцев работают механизмы внутреннего разрушения, например, коррупция. Но вот только в Лондоне у нас коррупционеров живет больше 100 тысяч человек. Если любой чиновник является крупным коррупционером, то все, что ему надо, если на него начинают правоохранительные органы выходить, это вовремя сбежать в Англию или в Америку, он там получает убежище и может свои миллиарды спокойно тратить.